Здравствуйте, друзья! Это канал Пластмассовый Енот. Простыми словами, ОТПА и не только. Наше сегодняшнее видео для новичков, для тех, кто еще не имел дела ни с термопластмассовым автоматом, ни с литьем пластмасс под давлением. И сегодня мы расскажем о том, что такое термопластмассовый автомат и как он устроен. На примере горизонтального календарчажного гидравлического сероприводного термопластмассового автомата. Термопластмассовый автомат – это инжекционная литьевая машина, применяемая для изготовления отливок изделий из различных видов, типов пластика методом литья под давлением. Олег, вот мы сказали, что этот тип термопластмассового автомата, он самый распространенный. Да. Какие еще бывают термопластмассового автомата? Давай расскажем. Ну, данный термопластмассовый автомат у нас горизонтальный, соответственно, бывают термопластмассовый автомат вертикальный, у которых узел впрыска и смыкание находится по вертикали. Также бывают термопластмассовый автомат, у которых узел впрыска находится по горизонтали, а смыкание по вертикали. Также термопластмассовый автомат разделяется на виды по устройству узла смыкания. Самый распространенный, наверное, это календарчажный механизм, про который мы вам сегодня расскажем. Также бывают двухплитные термопласт-автоматы, у которых, по сути, нету колено-рычажки. Там смыкание происходит совсем по-другому. И бывают гидравлические узлы смыкания, где смыкание и зажим пресс-формы осуществляется с помощью большого цилиндра. Прямую, без колено-рычажки. Без колено-рычажки. Также термопласт-автоматы можно разделить по типу привода. В данном случае у нас гидравлический сервоприводный термопласт-автомат. Также бывают гидравлические термопласт-автоматы с помпой с насосом постоянной производительности и также с помпой переменной производительности. Соответственно, следующий тип термопласт-автоматов – это электрические, у которых, соответственно, все движения происходят с помощью сервоприводов и, соответственно, ШВП-передач. Также бывают гибридные термопласт-автоматы, у которых основные движения осуществляются с помощью тех же электрических сервоприводов. а второстепенные, такие как толкатель, знак, движение каретки, осуществляющиеся с помощью гидравлики. Узлы впрыска также могут отличаться. Например, бывают узлы впрыска однокомпонентные или состоящие из нескольких материальных цилиндров. Соответственно, они могут лить многокомпонентные пресс-формы. Кроме того, можно сказать о термопластных автоматах, которые заточены под конкретные задачи. Под материалы, которые имеют особые требования, либо под изделия, которые имеют особые требования к скорости, к точности, к размерам изделий и так далее. В термопластном автомате можно выделить пять основных компонентов. Это станина, узел смыкания, узел впрыска, электрическая, электронная составляющая и гидравлическая система. Товарищи, тигр в основном состоит из трех частей. Передняя часть, голова, задняя часть, а это, товарищи, хвост. Видно? По устройству термопласта автомата, ну, с чего можно начать, это со станины. Станина – это рамная конструкция, на которой установлены узлы смыкания, соответственно, и узел впрыска. На маленьких термопластноматах она единая, а на термопласта автоматах примерно с усилий смыкания 400 тонн. Вот в этом месте она как бы разделена и состоит из двух частей. Она сварная, да? Сварная. А раньше на старых советских термопласта автоматах станины были еще литые, да? Ну, были такие литые, но это, наверное, на маленьких термопласта автоматах, потому что слишком большую литую, наверное, все-таки не сделаешь. Давайте поподробнее поговорим про узел смыкания. Узел смыкания – это, соответственно, узел, в котором происходит запирание пресс-формы перед тем, как в нее, соответственно, произойдет впрыск. Данная машина гидравлическая, коленорычажная. Состоит узел смыкания из трех плит. Неподвижная – подвижная, соответственно, задняя плита. А между подвижной и задней плитой, соответственно, коленорычажный механизм пятиточечный. Запирание пресс-формы, соответственно, осуществляется за счет движения подвижной плиты и последующего натяжения четырех колонн одновременного в момент полного смыкания пресс-формы. На подвижной плите коленорычажного механизма находится система сталкивания, которая состоит из цилиндра, плиты сталкивания и, соответственно, самих толкателей. За счет системы сталкивания происходит съем отливок после того, как пресс-форма откроется, и, соответственно, отливки извлекаются из пресс-формы. В термопласт-автомат могут устанавливаться пресс-формы определенного размера. Для настройки термопласта-автомата под определенную пресс-форму необходимо вот эти две плиты, заднюю и подвижную, двигать влево или вправо. И, соответственно, станок в автоматическом режиме может подстраиваться под определенную форму. Движение вот этого узла осуществляется за счет шестеренок и гидромотора, который, соответственно, гидромотор управляется контроллером термопласта-автомата, насосом приводится в движение и в автоматическом режиме позволяет настраивать высоту пресс-формы. Высота пресс-формы – это расстояние между подвижной и подвижной плитой в тот момент, когда форма сомкнута. Также на станине с правой части расположен узел впрыска. Основная его задача – это загрузка, нагрев и впрыск расплавленного пластика в пресс-форму. Основной элемент узла впрыска – это, соответственно, материальный цилиндр, в котором осуществляется нагрев пластика до заданной температуры. А внутри материального цилиндра расположен шнек, наконечник, запорное кольцо, который участвует во впрыске и в загрузке материала при литьевом процессе. Вращение шнека осуществляется с помощью гидромотора радиального. Движение шнека вперед впрыск и назад декомпрессии осуществляется с помощью двух цилиндров. Движение всего узла впрыска направо или налево осуществляется с помощью двух гидроцилиндров. Узел впрыска необходимо отводить в правую сторону для того, чтобы обслужить сопло, литниковую втулку, очистить лишний материал. Или отвод узла впрыска осуществляется во время работы тернопластомата, если задан такой режим. Узел впрыска во время работы перемещается по направляющим рельсам. На нетер-тернопластоматах вместо направляющей рельсы используется колонна. Во время впрыска движение совершает вот эта часть, на которой расположен гидромотор. А во время движения всего узла впрыска, так называемой каретки, двигаются все элементы одновременно. Во время литьевого процесса сопло подводится к литниковой втулке и осуществляется впрыск. Гидросистема данной машины состоит из серво-движка, насоса шестеренчатого и, соответственно, клапанов, которые открываются и закрываются на нужный момент Данная машина сервоприводная, и даже когда она включена, как сейчас, мы видим, что вращение минимальное и расход энергии, соответственно, тоже минимальный Во время начала движения сервопривод моментально набирает обороты и создает нужное давление Электрическая часть машины состоит из панели управления, контроллера, электрических компонентов, которые мы сейчас вам покажем Контроллер принимает и обрабатывает сигналы от фотодатчика, от концевиков, от линеек, от термопар И выдает уже на клапана, на нагреватели, на серво-драйвер и на другие необходимые элементы управляющиеся сигналы Отслеживание хода подвижной плиты и толкателей осуществляется с помощью протессиметрических линейок Которые расположены, в данном случае, линейка, отслеживающая ход подвижной плиты Вот линейка, которая отслеживает ход толкателя В угле смыкания расположены несколько датчиков Например, вот этот датчик индукционный отвечает за заднее положение толкателей Вот этот датчик отвечает за полное закрытие пресс-формы Датчик, расположенный на шестеренке вращения настройки высоты, отслеживает положение задней плиты Рядом с задней плитой находятся два датчика, которые отслеживают крайние положения задней плиты Они являются предохранительными датчиками, чтобы задняя плита не зашла в крайнее положение и ее как бы не заклинило Соответственно, электрический ящик нашего термопластомата Плата водо-вывода главная, можно сказать, мозги термопластомата Два блока питания, пускатели, автоматы, реле и, соответственно, колодки и предохранительные элементы Управление серводвигателем осуществляется с помощью серводрайвера, который расположен в этом электрическом ящике Соответственно, серводрайвер передает управляющие сигналы на серводвигатель и в гидросистеме создается нужное давление и скорость Масло в процессе работы термопластомата нагревается, его нужно охлаждать Охлаждение происходит вот в этом теплообменнике Сюда подключается вода, соответственно, вода охлаждает масло Клапан управляет подачей воды на маслоходитель Позволяет экономить воду и поддерживать масло в заданном температурном режиме Пресс-форма в процессе работы также нагревается, ее нужно охлаждать Охлаждение пресс-формы происходит с помощью холодной воды, которая подводится к этой гребенке Соответственно, вот эти выходы-входы подключаются к пресс-форме На всех термопластоматах первый контур охлаждения задействован для охлаждения первой зоны загрузки Охлаждение первой зоны загрузки необходимо для того, чтобы материал не начал нагреваться раньше времени Для некоторых пресс-форм необходим воздух для съема изделий или для запирания каналов впрыска На данной машине имеется система подвода воздуха, в которой можно регулировать воздух И два пневмоклапана, один расположен здесь, второй расположен, соответственно, на неподвижной плите В процессе движения подвижной плиты много трущихся поверхностей в коронавчажном механизме Их необходимо смазывать в автоматическом режиме Для этого используется вот такой блок, который в автоматическом режиме позволяет производить смазку всего коронавчажного механизма Некоторые элементы коронавчажного механизма и узла впрыска необходимо смазывать консистентной смазкой В данном термопластомате, как и в большинстве станков, это происходит за счет вот такого устройства Которое нагнетает консистентную смазку в узлы термопластомата Это был канал Пластмассовый енот И сегодня мы рассказали вам о том, что такое термопласт-автомат и о его устройстве Какие вопросы есть у вас, пишите в комментариях Не забывайте подписываться и ставить лайки До новых встреч! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok